С главными событиями этого дня в студии Ирина Цепитова. Основные решения по проекту бюджета страны 2016 приняты. Об этом заявил премьер российского правительства Дмитрий Медведев. По его словам, проект федерального бюджета поступит в Государственную Думу до конца недели. Бюджет, как известно, получился достаточно жестким, но в должной степени сбалансированным и адекватным текущей экономической ситуации. Есть изменения и в макроэкономических параметрах. Динамика меняется. Во второй половине года наметились тренды, которые свидетельствуют, что изначальные прогнозы в значительной степени совпадают с тем, что происходит. Но, тем не менее, сохраняются и вызовы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Напомню, впервые за много лет федеральный бюджет станет не трехлетним, а однолетним. Документы должны внести в Госдуму до 25 октября. Бюджет Неницкого округа 2016 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию, будет отчасти носить социальный характер. Так, региональные парламентарии на предсессионном комитете решили сохранить в бюджете 2016 года социальные выплаты людям высокого возраста. В частности, речь идет о выплатах ко дню пожилого человека. О том, какие еще социальные законы будут работать на территории Неницкого округа после принятия на сессии депутатами окружного собрания, расскажет Любовь Пермякова. В числе законов социальной направленности проект, касающийся единовременной выплаты ко дню пожилого человека. Гражданам высокого возраста, имеющие стаж работы в округе не менее 15 лет, ежегодно предоставляется единовременная выплата к 1 октября в размере 10 тысяч рублей. Предлагается гражданам, достигшим возраста 70 лет, указанную выплату увеличить до 16 тысяч. Эта категория граждан, относящаяся к детям войны, согласно которому в дню пожилого человека в округе существующая единовременная выплата в размере 10 тысяч, для этой категории граждан старше 70 лет, которые проработали на территорию округа 15 лет, будет выплачиваться 16 тысяч рублей. То есть доходность вот этих людей старше 70 лет увеличивается с 1 января 2016 года на 500 рублей в месяц. Планируется увеличить и доходность неработающих пенсионеров. В целях установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год в двух чтениях рекомендовано принять закон об установлении прожиточного минимума для пенсионеров округа. Проектом закона предлагается величина прожиточного минимума пенсионера на 2016 год установить в сумме 16 тысяч 510 рублей. Рост по отношению к 2015 году составляет 16,2. Рост величины прожиточного минимума пенсионера по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен ростом цен 2015 года и данными Министерства экономического развития. Ранее эта сумма составляла 14 тысяч 210 рублей. В настоящее время в округе более 13 тысяч пенсионеров, из них неработающих примерно 5 тысяч. Данная социальная мера в виде доплаты коснется около тысячи человек. Планируется также, что в новом году изменится порядок предоставления путевок мать и дитя. Воспользоваться данной мерой социальной поддержки смогут дети с 4 до 9 лет. При этом сопровождать ребенка может не только мама или папа, а также бабушка или дедушка, либо иной другой законный представитель. Программу ипотечного жилищного кредитования планируется тоже изменить. Это изменение коснется так называемой социальной ипотеки. Чтобы не только многодетные семьи, но и другие участники программы смогли улучшить свои жилищные условия, предлагается разделить их в две очереди. Это разделение финансовых потоков, которые идут в рамках реализации плана закона на первоочередников и людей, которые стоят в общей очереди 50 на 50%. Проблема обусловлена тем, что в общей очереди у нас на сегодняшний день стоит 1186 участников, из них 47 первоочередников. Период ожидания в основном увеличился в последнее время с полутора лет до трех лет. По словам Сергея Свиридова, если сегодня этот вопрос не решить, период ожидания увеличится еще на несколько лет, так как действующая редакция закона предусматривает выделение бюджетных средств на оплату первоначального взноса по ипотеке сначала первоочередникам, а затем всем остальным гражданам, имеющим право на эту меру социальной поддержки в порядке очереди. Внесенными поправками предлагается установить две равноправные очереди. В первую войдут нынешние первоочередники, многодетные семьи, усыновители и семьи с ребенком-инвалидом. Во вторую – остальные категории. Бюджетное сигнование планируется распределить между этими двумя очередями в равных долях. Эти проекты депутаты рекомендовали к принятию на сессии, которая пройдет 22 октября. Все проживающие на территории Нинецкого округа инвалиды, участники и супруги участников Великой Отечественной войны, узники концлагерей, лица, награжденные знаком жителя блокадного Ленинграда, обеспечены жильем. Эта информация была озвучена на заседании Межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию населения Нинецкого округа. На нем обсудили направление деятельности Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты Нинецкого округа по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Обсудили проведение и в порядок воинских захоронений, и ряд других вопросов. Говоря о направлениях деятельности Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты Нинецкого округа по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, дружеников тыла и детей войны, стоит отметить, что в этой части работа ведется по трем основным векторам – предоставление мер соцподдержки и оказания социального обслуживания, а также обеспечения жильем. По словам представителей департамента, в нашем регионе нуждающихся в жилье инвалидов, участников и супругов участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, лиц, награжденных знаком жителя блокадного Ленинграда, нет. Обсудили на заседании и приведение в порядок воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков. В частности, представители мэрии отчитались о реализации программы по замене памятников для погибших в годы Великой Отечественной войны. Установка была определена в два этапа. Первый этап – это июль-август 2015 года. Установлено и принято по актам 49 памятников. И второй этап – сентябрь-октябрь 2015 года. Работы завершены на сегодня. Оформлено и принято еще 68 огромных памятников, всего 117. Кроме того, обсудили вопросы о реализации в образовательных организациях Нинецкого округа концепции федеральной системы подготовки граждан России к военной службе на период до 2020 года. Со второй четверти школьники Нисси и Бугрино будут учиться уже в родных поселках. Ремонтные работы близятся к завершению. Образовательный процесс в школах стартует в начале ноября. Аварийных домов на Ринмаре стало больше. Окружной реестр ветхих и аварийных строений пополнился пятью многоквартирными домами. Школы в Бугрино и Нисси после ремонта планируют открыть в ноябре. Об этом сообщила заместитель губернатора Нинецкого округа Галина Медведева. По словам главы департамента образования, в школе поселка Бугрино ремонт строителей закончат 7 ноября, а в селе Нисси – к 1 ноября. В Бугрино из-за аварийного состояния по предписанию надзорных органов были закрыты школа и детский сад. Для занятий было предоставлено здание администрации Колгуевского сельсовета, помещение которого переоборудовали под классы и группы для дошколят. До начала первой четверти ремонт сделать не удалось из-за трудностей с транспортировкой строительных материалов на остров. Их завезли в навигацию только в августе. Административное здание утеплили, поменяли систему отопления и выполнили косметический ремонт. Основной объем работ уже выполнен. Сейчас бригада маляров красит стены. В стадии ремонтных работ находится и школа «Селонесь». Напомню, в ходе летнего ремонта обнаружилось, что необходимо срочно, кроме запланированных мероприятий, провести усиление несущих конструкций и решить проблемы с полами. По плану школы открываться будет 27 числа, приемная комиссия, прилетается на Ренмара. У нас было нарушение фундамента. Фундамент полностью по периметру заменен. Утеплены потолки все полностью. И переборка шести кабинетов полностью было переверили. Ну и где переверили, там был косметический ремонт. Укрепление стропиловки и ремонт крыши. На время ремонтных работ 22 старшеклассника из 10-11 классов Несской школы были отправлены на обучение в Ненинскую школу-интернат имени Пырерки. Остальные классы остались обучаться в Неси. Для них выделили помещение в общежитии и сельском интернате. 23 и 27 октября ребята с Бугрино и Неси повезут домой на осенние каникулы. Со второй четверти школьники будут учиться уже в родных поселках. Аварийных строений в Наридмаре стало больше. Окружной реестр ветхого и аварийного жилья пополнился пятью многоквартирными домами. Межведомственная комиссия при мэрии провела оценку объектов жилищного фонда на предмет соответствия их нормативным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. По ее результатам, около 200 жильцов старого фонда переедут в новые квартиры до конца 2019 года. В реестр аварийных и подлежащих сносу домов вошли двухэтажные строения 60-70-х годов постройки. Это дома по адресам улицы Ленина, 32 и 45А, Пионерская, 15, Сопрыгина, 17 и Южная, 22. С момента принятия решения о признании домов аварийными и подлежащими сносу, собственники в этих домах освобождаются от обязанностей по уплате взносов на капитальный ремонт общедомового имущества. Всего в настоящее время, по данным госстроев жилнадзора НАО, на территории Наринмара предстоит расселить 41 аварийный многоквартирный дом. Также межведомственная комиссия вынесла заключение о необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов по улице Рабочий под номерами 20 и 37А. Капитальному ремонту подлежит и дом-героини нашего следующего сюжета. Агафья Лапина более 45 лет прожила в Лабожском. После выхода на пенсию женщина решила сменить место – сельский дом на комфортную городскую квартиру, купив жилье в микрорайоне «Факел». Все бы хорошо, но 2015 год преподнес пенсионерке неожиданный сюрприз. Угол многоквартирного дома стал проседать, покосились балконы. Многочисленные обращения в управляющую организацию и местную администрацию заканчивались либо обещаниями о скором ремонте, либо отказами. Но после долгих скитаний решение вопроса все же нашлось. Алена Валей с подробностями. Раньше о скитаниях по различным инстанциям в поисках ответов Агафья Лапина знала только по историям знакомых и из телевизионных передач. У меня никаких нет проблем. Вот год начался, я увидела, что угол падает. Мне стало страшно. Я думаю, что такое. Пошла, я так его встала, пока так смотри, нет, все, больше и больше падает. В мае Агафья Алексеевна начала бить тревогу. Оббивала пороги управляющей компании и местной администрации. Посетила квартиру пенсионерки и комиссия при администрации посёлка Искателей. Пришёл этот Коваленко, ну вот, с комиссией. Посмотрели, можно жить. Ну, жить можно хорошо. Угол падает, а я боюсь. Я жить хочу. По заключению комиссии проблем со стенами нет. Нерешённым оставался только вопрос балкона. Так как жилплощадь в собственности, а балкон является частью квартиры, то и ремонтировать его должен владелец за свой счёт. Но есть ряд исключений. Балконная плита, а в данном случае, если дом деревянный, вот эти выступающие балки, которые держат этот балкон, относятся к общедомовому имуществу многоквартирного дома. Ограждающая конструкция балкона и козырёк – это имущество собственников квартиры. У Агафьи Алексеевны были все права требовать ремонт. Ведь виной всему деревянные стулья, на которых держалась конструкция балконов. А это, согласно законодательству, уже общее имущество. Поэтому его должны ремонтировать из муниципальных средств. В этом году на капитальный ремонт жилфонда посёлка Искателей Заполярный район выделил более 21 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на обновление кровель поселковых домов. Кроме этого, часть средств закладывается в бюджете самого муниципального образования. На ремонт дома по переулку Ленинградскому в поселковой казне удалось изыскать порядка 540 тысяч рублей. Там просто меняют стулья. Они были прогнившие, так сказать, уже давно. И балконы сели, вот именно под балконами. Ну и там по просьбе жительницы тоже там ещё, ну когда вскрыли, посмотрели, там ещё дополнительно сделали под торцевую стену, подставили ещё стойки, например, или стулья укрепили, чтобы дом осадки не давал. Но ремонт части фундамента не сможет исправить настоящих и будущих проблем двухэтажки. Дом значится в программе по капитальному ремонту жилфонда. С этого года все владельцы квадратных метров оплачивают взносы на будущее обновление своего дома. По 6,5 рублей с квадратного метра квартиры. Все дома в нашем регионе поделены на 10 трёхлеток. В список включён не только старый жилфонд, но и новостройки. Дом номер один по переулку Ленинградскому – 1987 года постройки. Отремонтировать должны до 2026 года. В нём планируется обновить системы электрогаза и водоснабжения, фундамента и цокольных перекрытий. Но, возможно, преображение дома произойдёт и раньше. Это предельный срок. То есть мы уже сейчас залезаем во вторую трёхлетку. То есть дома будут, те, которые отказываются, ещё что-то там признаются аварийными, они будут исключаться. Поэтому темпы пойдут намного быстрее. В октябре список домов, подлежащих капитальному ремонту, сократился сразу на 53 многоквартирных строения. Часть домов не имела статуса многоквартирных. Это общежитие. Другая – аварийные строения. По заключению Бюро технической инвентаризации, степень износа строений превысила предельные значения. Так что список домов значительно сократится. И дом нашей героини, отмечают специалисты, отремонтируют раньше 2026 года. Алена Валей, Леонид Шишелов, Роман Делимарский, различные платья и туники. В отделе женской одежды платье по душе и фигуре сможет подобрать любая представительница прекрасной половины человечества. В этот раз привезли женские платья, туники. Размеры абсолютно от маленького до большого. Большой – это 70-й. Можем одеть любую женщину, хоть с полной фигуркой, хоть молоденькую девушку. Много интересного, а главное – вкусного найдут для себя и сладкоежки. Я представляю широкий ассортимент кондитерских изделий из крупных наших городов России. Даже у нас есть конфеты «Казахстан» производитель. Очень вкусные. Смогут найти себе товар по вкусу и приверженцы здорового питания и образа жизни. В очередной раз я привезла уже поливившиеся семь конфитюры, наши вятские соленья и также мясные деликатесы из свежего охлаждённого мяса, не из перемороженного. Очень вкусные, очень ароматные. На ярмарке представлено более 12 видов мёда, а также продукты пчеловодства. Одним из самых ценных по праву считается перга – пчелиный хлеб. Из всех продуктов пчеловодства самые полезные для здоровья, для иммунитета. Это идеально. Засваивается эта перга на все 100% организма. Это может применять даже ребёнок с рождения. Посетить ярмарку товаров русского севера горожане смогут до 27 октября по адресу 60 лет СССР, дом 2. Такой была информационная картина дня. Следить за нашими новостями вы можете на сайте www.trk.ru Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова